Так, ну это немножко вот так вот очерепно-мозговой травмой, потому что на экзамене будут вопросы, чтобы вы имели в виду. Ну и сейчас тема нашей лекции это травма грудной клетки. Травма грудной клетки тоже порой бывает непростая патология, непросто выявить сложность, степень повреждения и внутренних органов. То есть имеется в виду самой паренхемы легких, листка париетальной висцеральной плевры, бронхов. Ну вот Пирогов писал, да, я ставлю контузии груди наравне с проникающими ранами груди. Ну в принципе ушиб грудной клетки, да, он ставится, ушиб грудной клетки или контузия, да, в общем-то по клиническим проявлениям он мало чем отличается от перелома того же ребер. Вот, в общем-то симптоматика одинаковая, то есть, хотя, то есть перелом ребер это уже как последствия, да, ушиба. Ну развивается целый ряд серьезных нарушений функционального порядка, это респираторные и циркуляторные. Поверхностные травмы груди, да, подкожная клетчатка, межреберные, межмышечные гематомы, нарушает ритм и глубину дыхательных движений. В принципе любая травма, да, то есть тупая травма грудной клетки, она нарушает ритм и глубину дыхательных движений. И сопутствующие болевые ощущения приводят к ограничению экскурсии грудной клетки. То есть в этой ситуации вы понимаете, что, да, есть где-то информацию такую, может быть, там читали, видели, слышали, что накладывается на грудную клетку там давящая повязка, типа простыни там. Не надо этого делать, потому что экскурсия грудной клетки и так уменьшена. То есть вы еще повязкой еще более усугубите эта ситуация, то есть сатурация там вообще упадет ниже 90. Поэтому не стоит этого делать. То есть обезболивание, да, блокады, да, согласен, но то есть уменьшать экскурсию еще давящими повязками не надо, не стоит. Переломы ребер, даже одиночные вызывают рефлекторный ответ, невозможно сделать какое-либо дыхательное движение. Это не только переломы, в принципе, уши грудной клетки аналогичную даст симптоматику. Вот Волкович писал еще в 1928 году, что убедился самостоятельно на собственном опыте, да, сломавших в 40-х годах своей жизни два ребра по средней ключичной линии, да, при падении в глубокую яму. Вот, то есть не мог произнести ни слова, чтобы позвать на помощь. Вот, я только ломал голову над объяснениями именно трудности дыхания, предполагая гораздо худшее, чем потом оказалось. Ну, вот видите, тугая повязка, как бы, если нет раны открытой, то желательно ее не накладывать. Вот межреберную блокаду, пожалуйста, то есть можете сделать межреберную блокаду, там, 0,5% навокаином, то есть 0,25%, то есть, пожалуйста, это можно сделать. Вот, то есть, это сразу облегчит, как бы, снимет болевой синдром, то есть, улучшит возможность экскурсии грудной клетки. Фрагментарные или окончатые переломы. Это изолированный участок ребер приобретает патологическую подвижность, не соответствующую экскурсии остальных отделов груди. Развивается парадоксальное дыхание, воздух получил название перекачивающегося газа. 150-200 мл при каждом вдохе. Это приводит к нарастающей анорексии. Чем больше величина створки, тем тяжелее состояние травмировано. При этом отмечается смещение средостения в здоровую сторону. Пожалуйста. Смещение средостения в здоровую сторону. Окончатый перелом. Это вот при вдохе и при выдохе. Выдохе вот в сторону поражения. Идет в сторону поражения. Гематоракс. Что такое гематоракс? То есть наличие свободной крови в грудной полости. Малокровие плюс компрессия на органы грудной полости. Плюс смещение средостения в здоровую сторону. Уменьшается объем и подвижность легкого. Нарушается нормальный газообмен. Более опасны правосторонние гематораксы. Прямое давление на сердце в области венозного и аурекулярного сегмента. Ну вот они делятся по степеням. Малый в прибральных синусах 47%. Средний до уровня средины лопатки 40%. И большой от 1,5 до 2 литров крови. Это до 2 или до 1 ребра. То есть наличие крови. Куприенов, генерал, лейтенант или майор, то есть написал атлас военно-полевой хирургии. Показания к дренированию плевральной полости. Это получение при пункции 100 мл крови. Одновременное поступление крови и воздуха. Это гемо-пневмоторакс так называемая. Необходимость искусственной вентиляции легких для выполнения оперативных мешательств при одновременных травмах в других областях. Получение свыше литра 200 крови в ближайшие полутора часа после травмы. Прямое показание к неотложной таракатомии. То есть скорее всего, что поврежден какой-то крупный сосуд, который сам по себе не затрамбируется, не остановится. То есть надо скрывать грудную клетку и искать, где это. При гемотораксе менее литр 200, возможно динамическое наблюдение. Капельное выделение крови в объеме 100 мл и более за 15 минут свидетельствует о продолжающемся кровотечении. 40 мл в час. То есть показана неотложная таракатомия. При доставке пострадавшего свыше полутора часа после травмы 1200 мл в крови и более не является показанием к неотложной таракатомии. Показанием является получение 250-300 мл в крови в течение 2-3 часов наблюдения. Опасная зона сверху это второе ребро. Снизу левое подреберье и эпихиастральная область. Слева сердечно-подмышечная линия. Справа правая окологрудинная линия. Парлович описал, нет ничего более непостоянного, капризного и противоречивого, более разнообразного и запутанного, чем признаки, наблюдаемые при ранениях сердца. То есть, судьба крови, да? Висцеральная плевра. Транссудация и оксудация. Париэтальная плевра. Всасывание и резорпция. Наличие многочисленных лимфатических люков и сосудов, коллекторов на реберных и диафрагмальных поверхностях. Два фактора. Повышается фибринолитическая активность мезотелия плевни. Происходит диафибринирование крови с выпадением фибринов и образованием спусков. Под воздействием фибринолитической активности излившаяся кровь может частично вновь стать жидкой. При этом вызывается асептическое раздражение серозного покрова и оксудация. При длительном пребывании крови выпадает фибрин вокруг спавшегося легкого и на париэтальной плевре. Развивается необратимый процесс фиброторакс с очагами инфекции, поддерживающей интоксикацию. То есть, ну так называемые шварты. И при, скажем, ну там дренажной системе легкая может не расправиться из-за вот этого фиброторакса. То есть, надо будет тогда уже разъединять эти открытые методы. Пневмоторакс. Открытый пневмоторакс. Это беспокойное состояние, то есть клиника, возбуждение, испуганность, постоянная смена положения тела. Нехватка воздуха. Больной сидит, сидя, опираясь руками. Ну, какой-то твердый предмет, да. Боль интенсивная, слабость. Мучительный судорожный кашель. Кожные покровы бледные и лица натичные. И влажные. Кровохарканье. Яркая картина дыхательных расстройств. Это отдышка. При перкусии тимпанит. При аскультации резкое ослабление дыхательных шумов. Либо их отсутствие. Либо их отсутствие. Парадоксальное дыхание. Баллотирование. То есть, средостение. При вдохе и при выдохе. При вдохе и при выдохе. Ну вот, видно четко коллабированное, легкое, да. То есть, на поражении, на... То есть, какой основной критерий? Тут, как бы, четко видно. Вот, видите, на здоровой стороне. Вот эта вот сеточка. Так называемый легочной рисунок. Легочной рисунок. Сосуды, мелкие бронхи. Вот. На стороне поражения этот легочной рисунок отсутствует. Видите? То есть, полностью. То есть, все понятно. То есть, легкое поджато. Поджато. То есть, диагноз гемопневмоториз. Да? Гемопневмоториз. Ну вот, лечение. Один из этапов лечения, это дренаж по беллау, так называемый. По беллау. Запомните это. То есть, дренаж по беллау, он ставится либо во второе межреберье по средней ключичной линии, либо по передней подмышечной линии, по передней подмышечной линии, в пятое, шестое межреберье. Не надо стараться ставить этот дренаж в синус и низко делать, то есть, делать тракаром, пробивать, стараться попытаться сипать. Почему? Потому что тракаром можно повредить диафрагму и либо в печень повредить, либо селезенку, то есть, внутренние органы брюшной полости уже. Поэтому, пятое, шестое межреберье. То есть, это критерии, значит, по углу лопатки. По углу лопатки. Тут, видите, передняя подмышечная, ну, задняя подмышечная, лучше задняя подмышечная. Задняя подмышечная линия по углу лопатки. Это соответствует пятому, шестому виртуру, либо по средней ключичной линии, второе межреберье. Второе межреберье. Дренаж беллау, значит, из чего он состоит? То есть, тракаром, то есть, делается надрез кожи, надрез кожи, накладывается кисетный шов, кисетный шов. Мандрена пробивается, да, мягкие ткани. Это по краю ребра. В плевральной полости, значит, вытаскивается на мандрены, на выдохе заводится, заводится, заводится трубка. Заводится трубка и кисетный шов затягивается на бантик желательно. Почему на бантик, я дальше потом скажу. Этот конец, то есть, подсоединяется либо к электроотсосу, к электроотсосу, то есть, эвакуируется, ну, как правило, там до полулитра крови может быть. Вот, до полулитра крови. Потом вот этот конец трубки зажимается зажимом и больной отправляется на рентген-контроль. То есть, на рентген-контроле легкое должно расправиться. То есть, вы должны увидеть вот этот вот легочной рисунок, который вот на здоровой стороне. То есть, если легкое расправленное, то все, как бы, хорошо, вы свои задачи выполнили. Единственное, вот этот вот конец трубки, он уже опускается в какую-то емкость с раствором антисептиков. Или это флороцелин будет, или хлоргексидин. Вот, сейчас флороцелина нет по приказам клинику, хлоргексидин. То есть, и получается, больной при выдохе поступает сюда воздух. На конце этой трубки завязывается перчатка с обрезанными пальцами, как правило. То есть, любое резиновое изделие. То есть, и что получается, что при выдохе воздух в жидкости, то есть, он разводит края этого резинового изделия, то есть, и выходит наружу. При вдохе в жидкости эта перчатка слипается, то есть, и жидкость не поступает в эту трубку. Следующий выход, еще одна порция воздуха вышла. Вот таким образом, двое-трое суток держат этот дренаж. Держат этот дренаж. Потом его, долго его желательно не держать, потому что может инфицироваться. То есть, еще иврит будет у больного. То есть, удаляется. Удаляется он, опять же, на выдохе, распускается вот этот тот бантик, о котором я говорил, на выдохе. И уже узловым швом затягивается кожа, чтобы и накладывается окклюзионная повязка. Окклюзионная повязка, чтобы туда не попал воздух. Вот таким вот образом. Ну, вот видите, здесь вот показано вот этот вот дренаж. Вот он идет вот сюда. Вот эта вот трубочка. Вот это вот. Вот она. Вот. Ну, вот уже прослеживается лигочной рисунок. Бывает такое, что не до конца расправилась легкая. Тогда во втором межреберье устанавливается тоже подобный дренаж. Во втором межреберье, посредней ключичной линии. То есть, что было бы. Бывает и так. То есть, легкая бывает. Легкая до конца не расправляется из-за вот этих вот фиброзных сращений. Или швар, так называемых. Швар. Вот. Ну, вот окклюзионная повязка. Вот в этой ситуации показана. Да, повязка. Ну, сейчас, да. Сейчас это, в принципе, пластырем делается все. Либо фиксировать бинтом можно. Ну, ни в коем случае не стягивать грудную клетку. Не стягивать. Вот. Ну, вот места повреждения при закрытой травме грудной. То есть, это висцеральный париэтальный листок плевры. Да. Это бронх какой-то крупный может быть. Паренхима легкого может быть. То есть, вот эти вот. Ну, и переломы рёбер. Да, переломы рёбер. То есть, вот этими отломками может повредить это всё. Диагностика. Вот. Ну, при открытом пневмоторгоксе, это зияющая рана грудной клетки, сообщающаяся плевральной полостью, через которую шумом проходит в обеих направлениях воздух. При кашле и перемене положения тела наружу изливается пенистая кровь. Закрытый пневмоторгекс. Одномоментное поступление воздуха. Значительных расстройств функции дыхания и кровообращения нет. Силу быстрого развития компенсаторных механизмов. Клапаны сложнее. Характерные клинические признаки, позволяющие предположить существование клапанового механизма. Это состояние тяжёлое, либо крайне тяжёлое, затруднённое дыхание, сидячее неподвижное положение, влажные цианатичные кожные покругы. Встутые шейные вены, нарастающие имфизема подкожной клетчатки с распространением на шею, лицо, туловище, отдышка. Физикальное исследование затруднено из-за выраженной имфиземой подкожной. Рентген. Это коллапс лёгкого смещения среди средостения, опущение купола средостения. Вот клапаны пневмоторекс внутренний и наружный. Пожалуйста, вот схематично показано. Внутренний и наружный. Первая помощь – это при напряжённом пневмоторексе пункция плевральной полости с составлением открытой иглы. Дренаж, да, Петрова-Белау, уже мы определялись. Только единственное, да, на вот эту вот трубочку, да, надо какое-то вот резиновое изделие. То есть, ну, обычно это перчатка с обрезанными пальцами. Дренаж. Имфизема средостения – это экстраперикардиальная тампана до сердца, застой с давлением верхних и нижних полых вен и правого предсердия. С давлением легочных вен ведёт к застою в лёгких, а затем в связи с нарушенным притоком крови к правому сердцу и уменьшению наполнения легочных вен. Эти изменения в малом круге кровообращения обуславливают отдышку. Отолектаз. Вызванный с давлением компрессии лёгких, связанный с закупоркой воздухоносных путей бронхиальная непроходимость, вызванный самосжиманием, контракцией лёгких. Неинфицированный отолектаз может закончиться реинфляцией и полным восстановлением функции поражённого отдела лёгких. Пограничным формам нарушения дыхательной функции относятся симптомы комплекс влажного лёгкого, перенаполнения жидкостью просвета бронхиального дерева, вследствие резкого увеличения продукции инфестициальной и внутриальвеолярной жидкости при нарушении дренажных механизмов трахиобронхиального дерева. Травматическая асфиксия и симптомы комплекс пертеса в основе лежит функциональные нарушения, которые связаны с сжатием крупных сосудов, верхней полой вены, резким увеличением кровенаполнения сердца, местным повышением давления в венозной артериальной и капиллярной сети, временным вынужденным прекращением внешнего дыхания, отёчность, отутловатость лица, шеи, головы, цианоз и мелкоточечное кровоизлияние распространяются на слизистые оболочки дёсен, языка, шеи, глотки голосовых связок. Третье. Кровоизлияние в области глаз. Четвёртое. Диффузные изменения цвета кожи. Пурпурная, тёмно-пурпурная, синяя-красная, фиолетовая, тёмно-синяя. Расстройства кровообращения обусловлены интро- или экстра-кардиальными с давлениями сердца и крупных магистральных сосудов. Кровоизлияние в полости рекарда, скопление в плевральных полостях воздуха и крови, эмфизема и гематомы заднего средостинья, гипоксия, гиперкапния, травматический шок. Объём 80 мл кислорода, потребность 800 мл, а потребность 300 мл в минуту. Запазы ничтожные на 5-6 минут. Оно все не только останавливают машину, но и ломают её части. СО2 – главный регулятор дыхания. В норме напряжения СО2 38-40 мм октутного столба. Гиперкапния развивается при 50 мм октутного столба. Тампана до сердца, кожные покровы бледно-серые или синюшные, дыхание частое, поверхностное, заметно сдуваются шейные вены, пульс арифмичный, малого наполнения, артериальное давление меньше 70 мм октутного столба, тоны сердца ослаблены или не выслушиваются, границы увеличены. Показания к таракотомии срочные. Для оживления пострадавшего остановка сердца, быстро нарастающий клапанный пневмоторокс, профузное внутриплевральное кровотечение, при ранении сердца и крупных сосудов, ранние первые сутки, продолжающееся внутриплевральное кровотечение 300 мл в час и более на протяжении 3-4 часов наблюдения. Некупируемый клапанный пневмоторокс, массивное поступление воздуха на фоне нарастающей эмфиземы и неэффективности тренирования обычным способом. Открытый пневмоторокс с массивным повреждением легкого, с обширным загрязнением раны грудной стенки. Ранение пищевода, диафрагмы, подозрения на ранение сердца и ауоты, это ранее первые сутки. Поздние, это через 3-5 суток и более. Свернувшийся гемоторокс, упорно восстанавливающийся пневмоторокс, крупные инородные тела более 1 см, рецидив тампонады, МПМ-оплевры, угроза профузного кровотечения. Основные принципы хирургической помощи, это ранее и полноценное тренирование плевральной полости, то есть ренаж-билал. Мероприятия, направленные на скорейшее расправление легкого, обеспечение и поддержание проходимости дыхательных путей, устранение боли, восполнение кровопатии, герметизация и стабилизация хрупной стенки. Еще раз по поводу тактики лечения травмы грудной клетки. Как правило, больной жалуется на боли либо в правой, либо в левой половине грудной клетки. То есть причины могут быть разные. Это и падение с высоты, это и какие-то там уличные травмы, хулиганство, ДТП. То есть больной жалуется на резкую болезненность в какой-то половине, либо в обеих половинах грудной клетки. То есть объективно вы видите ссадины, кровопотеки в области грудной клетки. При пальпации резкая болезненность. Сильно там проверять эти симптомы не надо. То есть аккуратно, умеренно пальпация. Потому что могут быть переломаны ребра. То есть иногда даже чувствуется эта крепитация. Крепитация реберных отломков. Ваша задача. То есть провели осмотр, провели пальпацию. То есть аускультация. Как правило на стороне поражения. То есть либо резко ослабленное дыхание. Резко ослабленное дыхание. Либо отсутствие этого дыхания. То есть в дальнейшем вы должны сделать ремьяновское исследование. То есть это контрольный снимок. И как правило да. То есть на здоровой стороне вы видите развитую сеть легочного рисунка. На стороне поражения вы видите тень. То есть легочной рисунок отсутствует. То есть легкая поджата. То есть дальнейшие действия. Дальнейшие действия это в первую очередь обезболивающая терапия. Обезболивающая терапия. То есть ну можно пока обходиться это не наркотическими анальетиками. То есть не наркотическими. Либо нестероидные противовоспалительные препараты могут быть. Либо любые там обезболивающие типа кетанола. Дексалгина. И блокады тоже. Межреберные блокады. В дальнейшем. То есть уже непосредственно в условиях перевязочной операционной. То есть постановка тренажа Беллау. Постановка тренажа Беллау. То есть это по задней подмышечной линии на уровне угла лопатки. Пятое, шестое межреберие. Либо по средней ключичной линии под ключицей. Второе межреберие. То есть. Под местной анестезией производится разрез кожи. То есть. Прокалываем тракаром мягкие ткани. По краю реберной. По краю ребра. Входим в грудную полость. Оставляем тренаж. Извлекается тракар. Кисетным швом затягивается трубка. То есть. И она подсоединяется к электроотсосу. То есть эвакуируется. Как правило. Вот бывает до полулитра крови с воздухом. То есть трубка зажимается зажимом. Обязательно контрольный снимок. То есть вы должны посмотреть. Расправилась легкая или нет. Если нет. То тогда дополнительные мероприятия. Дополнительные мероприятия. То есть может быть еще тренаж белого. Во второе межреберие надо будет ставить. При подкожной эмфиземе. Это то есть как правило ставятся вот такие иглы. Воздушки они называются. С крупным диаметром. То есть для эвакуации воздуха подкожные эмфиземы. Это то, что касательно травмы грудной клетки. Дренаж белого еще раз состоит из полихлорвиниловой трубки. Другой конец это резиновая перчатка с обрезанными пальцами. Опущенная в емкость с растворами антисептиков. Долго держать его тоже нельзя. На этом разрешите закончить лекцию. Благодарю вас за внимание. Готовьтесь к контрольным точкам и предстоящим экзаменам по хирургии. Спасибо.